Ежегодно около 6 миллионов студентов выпускаются из университетов Китая. Конкуренция среди них за получение работы офисного работника становится всё более жёсткой. С 1996 года количество университетов возросло в соответствии с требованиями развивающейся экономики Китая. Но с тех пор выпускники с университетским дипломом перестали цениться. «Разница огромная. Когда мой отец был молодым, люди с университетским образованием формировали элиту. Но сегодня выпускников университетов очень много. Также немало людей с магистрской и докторской степенями. Поэтому университетский диплом сильно обесценился». Недавнее исследование показало, что начальный оклад выпускника вуза ненамного превышает среднюю зарплату рабочего мигранта на производстве. Растут цены на продовольствие, повышается арендная плата, а зарплата снижается. Многие выпускники вынуждены жить в стеснённых условиях на окраине городов, в которых они работают. Выпускница Ли Хань Ли зарабатывает всего 225 долларов США в месяц. И это при том, что она руководит отделом сбытов компании, выпускающей программное обеспечение в Шанхае. Социолог Юй Хай из Шанхайского университета Фудань говорит, что офисные работники сейчас находятся в невыгодном положении в Китае. «Офисные работники сейчас являются группой в невыгодном положении в обществе, судя по тому, какую работу они выполняют, какие усилия они вкладывают, в каком положении они оказались. Поэтому они должны иметь возможность получать помощь от правительства. Например, они должны иметь право обратиться за получением дешёвого жилья в аренду от правительства на первые и вторые годы или на несколько первых лет после начала работы. Такая социальная политика должна стать движущей силой для нашей экономической политики». Юй также добавил, что выпускников следует направлять в города среднего размера, такие как Чинду, чтобы снять нагрузку с Пекина и Шанхая. А пока выпускники всё ещё потоком устремляются в эти два города.